На Краснодарском газоне подсолнуха не будет, по крайней мере, в ближайшие годы. Краевые власти отказались от строительства футбольного стадиона «Золотая корона». Проект сооружения на 45 тысяч зрителей, которые в народе уже прозвали подсолнухом, похоже, останется только в качестве макета. Причина тому несколько. Изначально стадион планировали строить прежде всего для Чемпионата мира по футболу 2018. Но Краснодар не вошел в список городов, которые примут основные игры мундиали. Тогда край принял решение возвести арену за средства своего бюджета и частного инвестора. Однако из-за событий на Украине у Олега Макартычана, который является совладельцем холдинга «Индустриальный союз Донбасса» и контролирует основной пакет акций ФК Кубань, возникли проблемы. Теперь вместо строительства нового стадиона решено реконструировать старый Кубань. Он является одной из тренировочных баз для будущего Чемпионата мира по футболу. Поэтому регион надеется на финансовые вливания из федерального центра. К 2017 году здесь планируют обновить поле под трибунные помещения и раздевалки. Появятся крытые трибуны. Второй этап реконструкции, который сделает стадион Кубань двухъярусным, проинвестирует регион. Ориентировочная цена вопроса – 1,5-2 миллиарда рублей. Для сравнения, это одна десятая часть расходов на «Золотую корону», арену, которую хотели строить. Впрочем, к воплощению амбициозного проекта могут вернуться через несколько лет. Земельный участок в Краснодарском городе Спорта краевые власти пока собираются приберечь для строительства современного стадиона.